В одном небольшом городке родились тройняшки. Но эта история вовсе не такая, как все это истории семьи, которые о рождении тройни никак не подозревали. Они жили небогато, город небольшой, хорошего оборудования и врачей, днем с огнем не сыщешь, а те, что есть в дорогих клиниках в соседних городах. Так и прошла вся беременность в буквальном ожидании чуда. Живот рос не по дням, а по часам, и уже на седьмом месяце у женщины начались схватки. В роддом ее доставили на скорой, роды прошли хорошо и на свет появилось трое малышей. Арина не могла нарадоваться, она так хотела детей, но чтоб сразу троих, вообще не ожидала. Радость жены муж особо не разделил, видно было, как он загрузился. После выписки он привез семью в их небольшую квартиру, ушел за памперсами и не вернулся. Арина не могла поверить в то, что муж ее бросил. Сначала пыталась звонить, никто трубку не брал. Потом искала через знакомых, а потом и успокоилась. Ей и так хватало забот с тремя-то детьми. С детьми помогала сестра и мать. Женщина устроилась на работу со сменными графиками, так и жили они, воспитывая трех детей все вместе. Когда ребятишкам исполнилось по четыре года, Арина решилась на серьезный шаг и переехала в Москву. Переезд в Москву – это для ее семьи хороший шанс начать жить иначе. Там ей сразу дали от предприятия комнату и хорошую должность. Жизнь пошла своим чередом, пока однажды в лифте, в одном из деловых центров она не столкнулась лоб в лоб со своим мужем. Он онемел, увидев Арину, она была совсем другой, не той, которую он знал четыре года назад. Стройная, уверенная в себе, стильная. Спустя два дня Борис ее нашел и упал на колени, стал молить о прощении, говорил, что тогда просто испугался. Арина его спокойно выслушала, а потом сказала. «Вот как ты сейчас стоишь на коленях, так я стояла два года, унижаясь перед начальником, чтобы он мне давал отгулы, если дети вдруг заболевали. Я день и ночь работала, чтобы их прокормить, а ты струсил. У меня новая жизнь, и в ней, извини, тебе места нет. Когда дети вырастут, пусть сами решат, общаться с тобой или нет, но от меня поддержки не жди». Развернувшись, Арина пошла по коридору, Борис только тогда понял, что он в жизни потерял, но уже поздно. Единичный ли это случай? Вряд ли. Однако, видя такие истории, понимаешь, что жизнь она такая и бумеранг прилетит в самый неожиданный момент, поэтому жизнь свою строить стоит точно только по совести. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.